Дунди У человека свои счеты с холодом, иногда особые счеты. Это концентрационный лагерь Дахау, барак номер 5. Таким его запомнили и воспроизвели в 60-х годах прошлого века бывшие заключенные, те, кому удалось пережить опыты Зигмунда Рашера. Штрихи к портрету. При вскрытии сердце еще билось. Зигмунд Рашер. Похоже, врачу Зигмунду Рашеру очень хотелось остаться в немецкой истории, если не всемогущим доктором Фаустом, то хотя бы доктором Франкенштейном. Судите сами, пожилая и чуть ли не бездетная фрау Рашер неожиданно приносит трех здоровых новорожденных. Отец семейства подсуетился и заявил, что стоит на пороге колоссального открытия в области гинекологии. Страна замерла в ожидании чуда, но чудо не случилось. Младенцы оказались чужими. За обман партии и немецкого народа Рашера казнят тут же, в Дахау. Но зимой 41-42 доктор Зигмунд был всемогущ. Эсэсовец и штабной врач германских ВВС он изучал человека в условиях холода. В бараке номер 5 установили чан с ледяной водой. Туда помещали заключенных – русских, поляков, евреев. Вначале исследовали процесс замерзания, то есть как человек умирает. Затем изучали физиологические условия такой смерти. На выходе – научный результат. Из отчета Зигмунда Рашера. Вскрытие показало важность обогрева головы и необходимость защиты шеи. Это должно быть учтено при разработке губчатого комбинезона. Рашер умел работать. Результативно оказались и другие опыты по отогреванию замерзших. Они доказывали, что с помощью горячей ванны или печки лечебный процесс протекает быстро, а с помощью тела человека – медленно. С другой стороны, если тело принадлежит женщине, а пациент способен к физическому контакту, лечение будет эффективно. Это личное открытие не только Рашера, но в большей степени Генриха Гиммлера. Сексуальные эксперименты – его затея. Впрочем, любопытных затей у рейхсфюрера СС всегда хватало. К примеру, он курировал тибетские экспедиции Эрнста Шефера, отчасти научные, чуть больше шпионские и явно мистические. Их главной целью была Шамбала – загадочная страна-сказка. И вот ведь как бывает – в поисках одного чуда немцы не заметили другое. Зимней морозной ночью голые монахи в мокрых простынях усаживались на берегу реки. Через час-другой простыни высыхали, но их окунали в ледяную воду и вновь накидывали на плечи. Побеждал тот, кто высушивал наибольшее количество простыней. В Дахау это назовут мокрой заморозкой. Зимней морозной ночью кого-то из них привяжут к носилкам, накроют простынями, будут поливать водой. Победит тот, кто останется жить. Сразу после процесса в Нюрнберге почти все отчеты Рашера уничтожат. Осуждено проклято. И все-таки полвека спустя испытания холодом возобновили. Впрочем, это были уже совсем другие герои и совсем другая история. Сегодня 31 января 2007 года. И мы проводим этот уникальный эксперимент при температуре минус 20 градусов. Перед вами кадры из фильма Ирины Архиповой «Сто минут без одежды». В отличие от узников Дахау, участники этого эксперимента, Ренат Минвалеев и Анатолий Иванов, влюблены в холод по собственному желанию. Как не замерзнуть, спросите наших героев или почитайте монографию Тринчера. Штрихи к портрету «Я не герой, не жертва, я прежде всего исследователь» – Карл Тринчер. Спасаясь от нацистов, биофизик австрийского происхождения, Карл Сигизмундович Тринчер нашел в Советском Союзе свою вторую родину. Родина, как и полагается, встретила хлебом с солью. Хлеб – блестящая карьера, соль – 10 лет строгого режима. Впрочем, лагерь для Тринчера стал едва ли не научным бенефисом. Когда в 43-м из центра пришел приказ снизить смертность от голода, ученый предложил самое дешевое лекарство – 20 граммов масла на человека. Успех был моментальным, но премию получили другие. Такой он не герой и не жертва. В 60-м, уже на свободе, Тринчер публикует монографию. В ее основе эксперименты с маслом – те самые 20 граммов на человека. А на выходе – удивительное открытие. Оказывается, легкие тоже греют кровь. Более того, у теплокровных они являются главным органом химической теплопродукции. Но самое интересное другое. Тринчер предположил, что своеобразной свечой зажигания этого процесса выступает гипоксия – пониженное содержание кислорода. Иными словами, чем меньше внутри кислорода, тем мы горячее. Это и есть ответ на вопрос – как не замерзнуть. Остается только решить, как понизить кислород. Здесь вариантов несколько. Самый простой – задержать дыхание. Или подняться в горы. Или выйти на холод. Впрочем, для достижения большего эффекта можно сразу задействовать все три способа. Весной 2009 в Гималайские горы отправилась научная экспедиция. Цель – изучение нового метода холодоустойчивости. У нового метода тибетские корни – туммо – одна из самых закрытых религиозных практик Тибета. Впервые туммо увидела и описала французская путешественница Александра Давид-Ниэль. Штрихи к портрету. Существует порог, за которым начинается непознанное. Не следует переступать его без факела разума и терять бдительность. В своей скромной персоне Александра Давид-Ниэль видела старого богослова, получившего в наказание за какой-то проступок обидное женское обличье. 14 лет она жила среди монахов-отшельников, уверовала в буддизм, но осталась с ученицей физиолога Клода Бернара. Впрочем, в ней уживалась и вера, и знание. Просто как богослов она видела в Боге мировой разум, а как ученый не допускала иных путей познания Бога, кроме разума. В общем, зимней морозной ночью, голые монахи, мокрые простыни. Думается, давным-давно дело было так. Йоги заметили, если выдохнуть и не дышать некоторое время, становится жарко. Выдохнуть и не дышать, значит понизить кислород и запустить процесс легочного термогенеза. Вспоминаем Тринчера, такова физиологическая основа Тумо. Как видите, запредельного здесь не так уж и много, но на Тибете вам скажут, Тумо – божественная практика, чудо. В 80-х годах прошлого века американский профессор Гербер Бенсон попытался это чудо измерить. Несколько монахов согласились на эксперимент. Подсоединили температурные датчики, накинули простыни, поупражнялись в Тумо и повысили температуру конечностей. Сила тибетского духа одно смущает. Испытания холодом почему-то проводились при температуре 20 градусов со знаком «плюс». Участники экспедиции «Гималай-2009» совсем в других погодных условиях – под ледяным водопадом. Или вот как здесь, на перевале Ротанг – 15 градусов со знаком «минус». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» На следующий день после этого испытания экспедиция разделится. Группа Ринада Минвалеева отправится в ущелье Дунди. 3 мая 2009 года в Гималайском ущелье Дунди сошла лавина. Единственная дорога оказалась перекрыта. В западню попали 9 человек. На высоте 4000 метров над уровнем моря они продолжали изучать холод. Мы вообще не можем идти, потому что там полностью завалила дорога. Вот машину сейчас надо разворачивать. Я не знаю, что делать с теми людьми. В Гималайской экспедиции принимали участие добровольцы. У каждого из них была своя цель. Кто-то учился бороться с холодом, кто-то входил в контрольную группу. Кстати, это профессиональные альпинисты и спелеологи. Они просто мерзли во имя науки. Но были и такие, которых практика ТУМО привлекла своими лечебными эффектами. Уже в 2007-м на Эльбрусе анализ крови показал – ТУМО снижает уровень холестерина, а значит, может помочь при атеросклерозе. В Гималаях эти исследования продолжили. В лаборатории Дели были сделаны первые контрольные замеры крови. В горных условиях после выполнения практики ТУМО кровь взяли еще раз. Я ложусь, и через каждые полчаса, еще через полчаса, будет еще один забор крови. Оказалось, снижается не только холестерин, но и стрессовый гормон – кортизол. В практике тибетского буддизма такой эффект подметили давно и назвали его нирваной. Как это оказалось важно и нужно именно здесь. Ведь, согласитесь, для людей в экстремальной ситуации успешная борьба со стрессом превращается в фактор выживания. А в это время Ирина Архипова, организатор экспедиции, в экстренном порядке собирала другую экспедицию – спасательную. Попытались вначале обойти ущелье. Прошли 17 километров, но не смогли преодолеть ледник. На помощь пришли военные. К счастью, вот так тепло. Заканчивалась эта экспедиция. А к холоду, наверное, человек так никогда и не привыкнет. Поэтому мы греемся у костра, путаемся в теплую одежду, танцуем. Но много лет назад в этих горах люди научились бороться с холодом иначе – блаженством и мудростью. Так записали они в древних тибетских книгах. И, как гласит легенда, ушли к снежным вершинам, чтобы жить вечно. Субтитры создавал DimaTorzok